Белорусские пионеры так само долучились до проведения сусветного дня здоровья, причем с республиканским размахом. Сегодня у Гомеля отбылся спортивно-патриотичный марафон «Будь здоровы» с поборницей по пионер-боле и выступлению группы «Подтрымки». Головная особливость – национальный колорит. Максим Савин протягнет. В марафоне приняли удел около 400 хлопчиков у девчонок из всей Беларуси. Масштабные мероприемства проходили у Гомельским палацем гульнявых видов спорта. Падеи разгортывались на двух пляцовках. Третий республиканский конкурс команд «Подтрымки. Пионерские искры» проходил у Великой зале. Финалы республиканского турниру по «Пионер-боле» на прызы газеты «Пераходный узрост» у Малой. В обоих двух споборницах примали удел команды-пероможцы региональных этапов из усих областей краины и города Минска. Конкурс черлидера у гэтым годе меу особливости. В год культуры мы решили особенностью данного марафона сделать использование символики белорусского государства, использование речевок-лозунгов на белорусском языке. И это является одним из важных критериев при определении победителей. Споборничали группы «Подтрымки» у двух узростовых категориях до 10-14 годов. Выступления на белорусской мове, национальные мотивы у оденни. Команды старались притрымливаться у моего конкурса у полной меры. Кроме того, все демонстровали добрую подрыхтовку, скандирование девизов и лозунга у танцы и выканание акробатичных элементов. На вот самые маленькие удельницы ураживали глядачу складанностью выступлений. Оценивала номары журы, у складе якого спортсмены, хореографы и черлидеры-профессионалы. Так что перемогли, с оправдой, лепшие. Очень высокий уровень команд, которые участвовали в финальном этапе. И отрадно, что, по сути дела, это любительские команды, чей труд, результат, он создан людьми, которые являются любителями. Это не профессиональные педагоги, это не профессиональные тренеры по черлидингу. Это люди, которые занимаются этим в качестве своего хобби. И в этом качестве, конечно, уровень всех 14 команд и со всех маленьких детей и детей постарше, он был достаточно высокий. Перемогу у турнира по пионерболе отрымала команда с Минской области. Дарыч на другом месте пионеры с Калинковицкого района. У молодшей группе конкурсу «Пионерские искры» лепшими стали черлидеры с команды «Космостар» с Минска. Сребра у коллективу «Энерджи Китс» с Мазыра. У старейшей группе представники нашего региона утройку призеров не трапили, а лепшими знов стали меньшанием. Команда «Ньюстайл». Мы сначала же были еще районные конкурсы, потом на город выходили. Когда победили город, пошли на республику. Мы были очень рады, что заняли первое место. Ну, такого не ожидали, конечно, старались, репетировались. Белорусская пионерская организация почала тесное супрацовнество с Национальным Олимпийским комитетом. А таму яшедным бонусом для переможцев конкурса «Пионерские искры» можно стать в делу якости группы «Потрымки» у международных споборництвах, яке будусь проходить в нашей краине в будущем. Максим Савин, Валерий Гопанько, Телерадио, компания «Гомель».